Противодействие радикализму среди исламской молодежи и приучение людей к образованию, науке и бизнесу. Форум социализации мусульманской молодежи, проходящий во Владикавказе, призван уберечь сознание молодых от радикальных идей, которые часто навязывают мусульманам силы извне. В начале конференции зрители выслушали три основных доклада. Заместитель муфтия республики Ибрагим Загуров рассказал о социализации мусульманской молодежи, об истории ислама и работ востоковедов, подтверждающие, что мусульмане всегда приносили пользу обществу и считались современными гражданами. К сожалению, в последнее время у нас такой штамп совершенно неправильный сложился, что вера мусульманская у многих ассоциируется с радикализмом, с терроризмом. Это совершенно неправильно. И вот, скажем, цикл вот этих лекций, цикл занятий, где рассматривается широкий аспект вопросов социализации, является тому подтверждением. Заместитель начальника управления Министерства юстиции по республике Северной Осетии Алания Ирина Сланова ознакомила присутствующих с основными нормативно-правовыми актами в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Она проинформировала о работе своего ведомства и дала важные советы руководителям мусульманских общин по правовому обеспечению деятельности религиозных организаций. Об исламских нормах, касающихся экстремизма, рассказал заместитель муфтия республики Батрас Аршиев. Он привел и дал толкование аятам и хадисам, запрещающим чрезмерность. Продолжился первый день форума интересными лекциями и тренингами по социальному проектированию. Ибрагим Доскиев рассказал о работе фонда ТЭШ и ряда подобных организаций. Данные фонды занимаются такими проектами, как помощь неимущим, развитие родного языка, обучение IT-технологиям. Также все собравшиеся в зале поучаствовали в интересных развивающих играх, направленных на развитие командной деятельности групп людей. Мы, мусульмане, замыкаемся в каких-то своих границах, которые мы сами для себя обозначили. Религия, ислам, как наука, как религия, как образ жизни очень глубока. Человек в этой религии призывает, человека призывает к действию во имя блага, во имя добра человечества, твоего народа, твоих близких, твоей семьи, твоих соседей, в той местности, где ты проживаешь. Мусульман – человек, который должен призывать к милосердию, обучать людей милосердию. Мусульман – человек, который должен творить добро. На форуме «Социализация мусульманской молодежи» свои тренинги провели и представители соседних братских республик. Бизнесмен Мурат Керимов рассказал про активное мышление молодых людей и привел примеры служения людей и обществу. Лектор из Махачкалы уже знакомил со своими тренингами жителей республик Адыгеи, Ингушетии, Карачаева, Черкесии. Обмен опытом очень важен в плане сближения народа, отметил Мурат. Очень тепло нас встретили. Большая благодарность всем братьям, которые поучаствовали во всех наших обсуждениях, обменялись идеями. Мне кажется, это очень важно, что мы ездим друг к другу в гости, выстраиваем вот эти горизонтальные связи, общаясь друг с другом. В разных регионах разная ситуация, и этот опыт, он, мне кажется, бесценный опыт, которым мы делимся друг с другом, стараемся помочь друг другу. Привлечь молодежь к общественно полезным делам – лучший способ бороться с радикальными силами. И Северная Осетия в этом смысле может поделиться своим положительным опытом. Мусульмане республики занимаются общественной деятельностью, помогают малоимущим, многих наставили на истинный путь представители духовного управления мусульман. Совсем скоро своими докладами и наблюдениями ученые-мусульмане Северной Осетии поделятся с братскими республиками на выездных конференциях. Дэвид Мамедов, телеканал «Алиф», Северная Осетия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова